Фестиваль печников и трубочистов Каминар впервые приехал в Брест из города Гродно, где и начал свою историю. И неудивительно, ведь главный организатор Денис Бобина сам родом из этого древнего города и знает о ремеслении понаслышке. Сегодня приехали к нам гости Беларусь и Россия в основном, но мы этот фестиваль выращивали уже три года, именно конкретно на Брестской земле. Это примитивно мессенджеры, то есть какие-то создавались чаты и вот общение. Сейчас вот здесь даже на фестивале есть и представители торговой компании российские и представители России, то есть Каминар это уже звучит. Каминар это фестиваль для коллег, желающих поделиться опытом и для хозяев, желающих создать уют дома с помощью настоящего живого огня. На небольшой площадке развернулась выставка инвентаря для трубочистов, современного оборудования для печей и каминов и даже настоящие произведения искусства – литые дверцы и изразцы. Мы производим изразцы, которые керамику ручной работы для каминов, для печей, то есть это облицовочное решение. Кроме того, мы не просто производители изразцов, а создаем именно дизайн-проект, то есть делаем полноценное дизайн-решение будущего камина, будущей печи, то есть создаем, проектируем облицовки. Изготовление занимает от двух месяцев, в зависимости от того, насколько у нас загружено производство в данный момент времени. А сейчас у нас производство загружено сильно, прям хорошо идут заказы в этом году, сейчас порядка трех-четырех месяцев производство. Казалось бы, что профессия трубочист давно ушла из нашего обихода, но оказалось, что настоящих вань трубочистов, как в мультфильме «Летучий корабль» можно встретить и сегодня. Только называют они себя трубочист «Алекс», и это не один, а сразу три мастера необычной профессии. И объединяет их не просто общее дело, а семейная династия. Наша компания представляет на данном фестивале, фестиваль называется «Каминар», мы на нем представляем свое оборудование. Это оборудование мы сами производим, это штанги для очистки дымовых труб и каналов. Также они используются для осмотров, экспертиз и выявления каких-то дефектов в дымовых трубах. Собственно говоря, система очень простая, здесь защелкивается на кнопку, также внутри есть шип, который также входит в ответную часть и фиксируется здесь. Здесь конкретно мы представляем, да, наше оборудование, трубы, которые мы используем в своих монтажах. И, в принципе, радуемся и веселимся. Очень классное мероприятие, нам очень нравится. Не первый год мы здесь появляемся, и каждый год все лучше и лучше. Я занимаюсь... Отец меня забрал, мне было в районе 13 лет. Вот так. С 13 лет, сейчас мне 21, и все вот эти вот годы отец меня обучает, отец мой наставник, и также сейчас на этом мероприятии присутствует мой брат и еще один друг. Вот. И мы вместе обучаемся, брат мой там лет так с 12 работает. Потому что я, ну, печник-то я, да, у меня образование печное, у меня есть разряд печной, какое-то количество пещей я свое время построил, а потом я понял, что никто ничего не обслуживает, и надо этим кому-то заниматься. Поэтому я начал работать в сфере трубочистной. Как давно в сфере? С 2012 года. Именно трубочистной деятельности. А в работе с 98-го года. Интерактивные игровые площадки оценили все – и взрослые, и дети. Представители Брестской организации Белорусского добровольного пожарного общества провели мастер-класс по пользованию огнетушителями. Специалисты Красного Креста обучали оказанию первой помощи, мастера-печники показывали, как закладывать свою собственную печь. Для любителей вкусно поесть работала площадка с казанами, тандырами и мангалами. Нам просто раздали рестовку, и мы решили сходить просто так. Да. Сказали посмотреть? Мы научились оказанию первой помощи. Также мы посмотрели выставку, которая тут была. Чуть-чуть покушали. Я сюда, во-первых, был приглашен в качестве ведущего, там, пообъявлять, ну, чтобы и грамоты, и ценные призы будут. Также были развлечения для детей. Знаете, как человек, ну, в принципе, далекий от строительства. Мне было интересно что-то новенькое. Ну, и, возможно, сейчас в голове крутятся такие моменты, что, возможно, когда-то придется себе баньку построить, и уже буду знать конкретно, к кому обратиться. Потому что здесь, ну, специалисты, профессионалы со всей страны. Я узнал, что это у них уже примерно на пятый или шестой фестиваль, и первый раз в таком формате, когда, ну, любой желающий может прийти, ознакомиться с последними новинками, получить консультацию у специалистов. На следующий каменар планы у организаторов уже есть, но пока они держат интригу. А мы с удовольствием будем ждать этот фестиваль в следующем году и надеемся, что в Бресте. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.